В Алтайский край Лью Чи Цян приехал еще пять лет назад, чтобы получить образование в техническом университете. За это время ему удалось быстро освоить русский язык, найти друзей и привыкнуть к городу. После окончания учебы решил на год уехать в Китай. В Барнаул вернулся уже с образованием повара, китайскими соусами, специями и желаниями открыть свое кафе. Рассказывать, что на ремонт помещения и оформление всей документации потребовалось два месяца. Но в Китае, как выяснилось, открыть свой бизнес было бы сложнее. Там давление, ну типа конкурентов много. Если ты хочешь открывать, перед тобой уже открыли 100, уже 200 кафешек, а здесь что-то не так. Кстати, китайскую кухню россияне уже давно знают и любят. Правда, знания эти порой весьма ограничены. Тараканов они жарят, очень знаю. Еще пельмени вот из китайской кухни не перешли в нашу как бы. Вот и все. Соусы очень вкусные нравятся мне. Их вот это вот из риса лапша нравится мне. Ну не так часто посещаем мы такие рестораны, но все равно где-то предпочитаем покушать. На самом деле китайской кухни не существует. Кулинарные традиции внутри Китая очень сильно различаются. И каждая из провинций имеет собственные блюда. Много говорят, что вы там кушаете что-то червь или так далее. Я говорю нет. Это разные провинции, разные традиции. А на нашей провинции нет. Так что попробовать лягушек или тараканов вам не удастся. Готовят шицян из продуктов, которые обычно используем и мы. Мясо, рыбы, картошки, лапши и овощей. Отличаются такие блюда только соусами и технологиями приготовления. Барнаульцам больше всего нравится тушеное мясо в кисло-сладком соусе. А вот острые блюда заказывают реже. Чжицян считает, что у русских не все в порядке с аппетитом. Так как китайцы всегда заказывают порции в два раза больше. На вопрос, планируете ли вы вернуться на родину, повар ответил. В ближайшее время нет. В Барнауле он намерен не только развивать свой бизнес, но и построить семью. Возможно, с русской женщиной. Анна Ирбис, Илья Халяпин. День с толком.